Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум Пум-пум-пум-пум Всем привет! Меня зовут Ася. Сегодня я продолжу рассказывать вам, какие продукты можно сочетать, а какие нет. Зерновые очень хорошо смешивать с салатами, с бобовыми, с орехами и с сырами. Например, такие блюда, как рагу с зеленым горошком, или каши с овощами. Кислые овощи и фрукты хорошо сочетаются с орехами и сырами, хотя их лучше не сочетать с творогом и пресными сырами. Следуя этому правилу, закуски из кислых фруктов или овощей нужно съедать перед основным блюдом. Очень рекомендую вам попробовать помидоры с сыром тофу. Сладкие фрукты и сухофрукты очень хорошо сочетаются с творогом и с орехами. Еще к этому блюду можно добавить пророщенную пшеницу. Будет очень вкусно! Многие спорят, можно ли сочетать кислые и сладкие фрукты. Тут мнения расходятся. Кто-то говорит, что нет, кто-то говорит, что да. Вегетарианцы, пробуйте! Все зависит от вашего организма. Арбуз и дыню нужно есть отдельно от основной еды, как и остальные фрукты. Еще плохо сочетаются капуста и бобовые. Поэтому я не рекомендую есть вам их вместе. Если вы хотите съесть фрукты в один прием с какими-то зерновыми или другими крахмалистыми продуктами, съестьте фрукты за 15 минут до основной пищи. И ни в коем случае на десерт. Если вы купили сомнительный марш, хранить его надо в холодильнике или на морозе. Иначе вам придется ловить вылупившихся... Ой, жуков! А как вы думали? Но если вы все-таки увидели в пакете жуков, то не рекомендуется есть этот горох или маш. На этом все. С вами была Тася. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok